Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня я покажу вам интересный и необычный случай открытия ретинированного зуба. И таких зубов здесь 5. Это зубы, которые не смогли вырасти и никогда сами не встанут на правильное место. И первый этап вытягивания. Итак, это взрослый пациент, у которого не выросло достаточно много зубов. Сейчас вы видите, под анестезией я начинаю коагулировать десну над верхним ретинированным клыком. Это безболезненно, потому что под анестезией. И в данном случае на снимке клык находится достаточно близко. Снимок был сделан еще до удаления молочных зубов. Тем не менее, зубы особо не сдвинулись. И сегодня мы все их откроем и приклеим на них брекет. Процесс медленный, поскольку коагулировать приходится большое количество тканей. Тем не менее, как вы видите, практически нет крови. И это очень удобно, потому что можно сразу зафиксировать брекет. Спасибо, что смотрите наше видео. Поддержите наш канал лайком и пишите ваши вопросы в комментариях. Мы стараемся отвечать максимально быстро на все вопросы. Сейчас я снимаю лигатуру. Она удерживала передние резцы вместе. Когда нет клыков, резцы на дуге расползаются и образуются между ними щели. Лигатура соединила все зубы. Сейчас открываю замки на брекетах для того, чтобы вытащить дугу. Это первая дуга, самая тонкая. Она мне мешает, поэтому я ее убираю. Промываю замки брекетов. И далее буду продолжать коагуляцию. Вы видите, что вестибулярная поверхность клыка уже появилась. Но недостаточно она очищена для того, чтобы фиксировать брекет. Поэтому продолжаю коагуляцию. Как я уже говорила, это достаточно медленный процесс для того, чтобы было аккуратно. Для начинающих докторов мы открыли возможность коучинга или наставничества. То есть доктора, кто имеет маленький опыт и столкнулся со сложной ситуацией, могут получить консультацию опытного доктора по всем направлениям стоматологии. Пожалуйста, заходите на наш сайт. Ссылку на него прикрепляю в описании. И пишите нам на почту. Мы обязательно ответим и сделаем вам консультацию. Также мы наработали хороший опыт сопровождения молодых докторов с сложными случаями или, может быть, даже с простыми. Если у доктора нет опыта, начать очень сложно. Взять интересную работу страшно. И имея наставника, который помогает решить любую ситуацию, лечение получается качественным, быстрым, уверенным. И доктор очень быстро нарабатывает опыт. Поэтому начинающие молодые доктора или те, кто столкнулся с необычной ситуацией, пишите нам, присылайте описание, задавайте вопросы. Мы сделаем консультацию или возьмем вас на полное сопровождение. Нам это интересно, а вам это очень полезно. Вернемся к работе. Я уже перешла к нижнему ретинированному клыку. Он был обезболен предварительно инъекционным методом. И сейчас я провожу постепенно коагуляцию. Этот зуб развернут. Разворот виден на снимке. Поэтому аккуратненько-аккуратненько ищу вестибулярную поверхность. Подписывайтесь на наш канал. Здесь мы выкладываем видео наших работ и стараемся отснять самые интересные случаи. А также доктора рассказывают о манипуляциях и о рекомендациях. Напишите мне в комментариях, ровные у вас зубы или уже были поправлены. Или они неровные и вы мечтаете о брекетах. А может быть они неровные и вас все устраивает. Вы улыбаетесь и радуетесь. Жду ваши комментарии. Открываю замки на брекетах. Я хочу вытащить дугу. Сейчас она мне уже мешает. Это самолигирующие брекеты. Вот здесь вы видите, лигатурой подвязана проволока, поскольку угол был очень большой. И брекет закрыть было сложно. Поэтому лигатура немножечко создает большее давление. Сейчас я ее тоже хочу снять. Она мне уже не нужна. Она свое отработала. Нам часто задают вопросы про брекеты в комментариях. И когда спрашивают, какие же брекеты больше всего любит врач, вот эти с замками. Промываю замки. Там всегда остается какой-то налет, даже если пациент очень хорошо чистит зубы. И продолжаю коагуляцию. Вот видите, мне нужно и скоагулировать то место, где была дуга. Я боялась ее задеть, поэтому сняла. Коагулирую и использую пылесос. Он собирает дым, который создается при коагуляции. Дым пахнет плохо. И с использованием пылесоса запаха практически нет. Открыла полностью вестибулярную поверхность зуба, достаточную для фиксации брекетов. Теперь шлифую вестибулярную поверхность, чтобы не осталось никаких органических на ней соединений, остатков тканей. Убираю. И это сейчас резинка. Теперь полирую щеткой и абразивной пастой, которую использую для предварительной чистки зубов перед фиксацией брекетов. пасту нужно смыть, зубы высушить, нанести протравку. Она обычно окрашена в яркий цвет, для того, чтобы доктор мог ее хорошо видеть. Держим протравку минуту, смываем, высушиваем и наносим бонд. Бонд это связующий компонент между зубом и пломбой, на которую фиксируется брекет. Раздуваю, чтобы получилась тонкая пленка, засвечиваю лампой и фиксирую брекет. Сейчас я его позиционирую и прижимаю, чтобы лишний пломбировочный материал выдавился. Теперь верхний. Тоже позиционирую. Эти брекеты, после того, как зуб более-менее правильную позицию займет, будут сняты и заменены на другие. Сейчас мы используем временные брекеты. Они только вытянут нам примерно зуб в зубной ряд. Перехожу на следующую сторону. Здесь тоже клык ретинированный, но стоит он намного глубже. И он не только подслезистый, но сверху него расположена компактная пластинка кости, которую тоже придется убрать. Пишите мне в комментариях, если у вас появились вопросы. Еще напишите мне в комментариях, какие видео вам интересны. Может быть, вы подскажете тему, которую я могу для вас снять или рассказать. Последний раз, когда я проводила опрос, большинство просили снимать больше брекетов. Фиксацию, снятие, подтягивания и какие-то особо интересные случаи. Поэтому сегодня видео по вашей просьбе. Это, на мой взгляд, особо интересный случай не только для пациентов, но и для ортодонтов, а также для других стоматологов, поскольку стоматологи-терапевты первые сталкиваются с нарушением прикуса и, как правило, далее направляют к ортодонту. Так вот, зубы можно вытянуть из кости, можно поставить на место, их не нужно удалять и часто ждать бесполезно, когда они прорежутся. Вот видите, я скоагулировала сейчас мягкие ткани и вижу компактный слой кости, который мне нужно будет спилить. Это не показали на видео, поскольку я закрывала рукой весь процесс, мне было неудобно здесь. Достаточно сложное место. То есть компактная пластинка, кости над вестибулярной поверхностью зуба была удалена. Сейчас я их шлифую, полироваю шлифовочной резинкой, для того, чтобы зафиксировать брекет. Точно так же, как и с другой стороны, наношу протравку. Смываю протравку, высушиваю, наношу дальше бонт. Процедура всегда одинаковой фиксации ретинированные это зубы, или нормальные, прорезавшиеся. Отличается только то, что на зубы, расположенные сильно в невзубном ряду, мы фиксируем или кнопку, или временный брекет, который мы потом снимаем и выбрасываем. На это место клеим правильный брекет. Теперь перехожу на нижний, это последний зуб. Здесь ему немножечко не хватает места, расстояние между зубами недостаточное. Тем не менее, потихонечку, когда зуб будет вставать в зубной ряд, он создат себе место. То есть буквально растолкает зубы и заставит немножечко вырасти челюсть. Как вы видите, вестибулярная поверхность уже появилась. Сейчас я хочу скоагулировать еще жевательную поверхность. Напоминаю, что все, что вы видите, делается под анестезией. Это безболезненно. Анестезию постепенно добавляем. Пациент чувствует себя вполне комфортно. Неудобное место и для съемки, и для работы. К сожалению, видно плохо не только вам, но и мне. Опять очищаю зубик от остатков Дисны. и для этого шлифую его и полирую щеткой с абразивной пастой. Пасту смываю и наношу протравку для обработки перед фиксацией брекетов. Все ретенированные зубы открытые. На них зафиксированы брекеты, но этого недостаточно для того, чтобы они заняли правильную позицию. Их надо тянуть. В каждый брекет размещаю металлическую лигатуру. Закрываю замок. И так лигатура удерживается в брекете. Обратите внимание, что в каждый ретенированный зуб я устанавливаю лигатуру. Теперь ставлю дугу. Я буду использовать самую тонкую дугу для стартового передвижения. Сейчас еще зафиксирую один брекет. Этот зуб сам прорезался. Его не пришлось вытягивать. Мы ждали после фиксации несколько месяцев те зубы, которые могут прорезаться сами. И увидели только вот этот верхний премоляр. Сейчас я на него тоже зафиксирую брекет. Засвечиваю. И теперь продолжаю устанавливать дугу. Это круглая дуга 14-го диаметра. Я ее устанавливаю предварительно в несколько замков. Замки закрываю. И теперь дугу соединяю с этой лигатурой и прикручиваю для того, чтобы создать начальную стартовую тягу. Дуга будет стремиться к выравниванию. Этим самым потихонечку клык ретинированный начнет двигаться вниз. Конечно, он за собой потянет и ближ стоящие зубы, но для этого прикуса здесь, если вы обратили внимание перекрестный прикус, это даже полезно. За счет клыков мы сможем без реверсивных дуг поправить перекрестный прикус в переднем и фронтальном отделе. Следите за нами, подписывайтесь и потихонечку увидите, как идет процесс. Я собираюсь снять еще одно видео, когда зубы встанут уже более-менее в зубный ряд. Такую же процедуру проводим с зубами нижней челюсти. точно точно так же устанавливаю дугу. Процесс этот достаточно медленный. На видео вы видите не все кадры. Часть кадров вырезали, где было закрыто руками. То есть реальное видео короче, чем шел прием где-то примерно в течение двух часов вся эта работа была сделана. Отрезанную лигатуру подворачиваю, чтобы она не кололась. Все, что колет и неприятно дотрагивается до губ, можно закрывать воском. Вот что у нас получилось, это то, что было. Понравилось ли вам видео, пишите мне в комментариях. Пишите также, что вам еще интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До новых встреч!